Здравствуйте! Вы смотрите новости в студии Екатерина Брега. И вот главное к этому часу. Кому помешали особые дети? Приезжают и видим, что у нас раздолблены стены, выдернуты все розетки. Неизвестные разгромили Центр общественной организации. Кто виноват и при чем тут управляющая компания? День Героев Отечества. В России проходят памятные акции и встречи поколений. Конечно, мы должны помнить историю, должны помнить подвиги. Как этот день провели в Севастополе? Роковое дерево. Руководство управляющей компании уволят из-за упавшей краснокнижной сосны. Исполняющая обязанности, за то, что не увидела, не привела к таким последствиям, то уволена тоже. Кого коснется это кадровое решение? И сколько еще опасных деревьев обнаружили в городских дворах? Помнит и Балтийский флот. Курсанты из Санкт-Петербурга в Севастополе почтили память жертв русского исхода. Как и для чего они погружались в печальные страницы истории? И какая памятная миссия на них возложена? 33 года назад в Чернобыле построили саркофаг-укрытие. Очевидцы катастрофы вспоминают события тех лет. Я видел кабана. Кабана звали Яшка. Пуля не пробивала. Каких последствий Чернобыльской аварии удалось избежать благодаря героям-ликвидаторам? Четыре года без международного спорта. Комитет ВАДа единогласно отстранил Россию от участия в Олимпийских играх и чемпионатах Европы. Как на решение отреагировали наши спортсмены? Особые дети могут остаться на улице. Вместо долгожданного новоселья в ближайшее время общественную организацию ждет непредвиденный ремонт. В новом помещении неизвестную устроили погром. Наша съемочная группа выехала на место. Катастрофа. Случилось именно это, утверждает Аида Минанова. Сюда, в небольшое помещение на улице Корчагина, особенные дети должны были переехать уже на следующей неделе. Приезжает и видим, что у нас раздолблены стены, выдернуты все розетки. Две небольшие комнаты на первом этаже жилого дома, долгое время пустовавшие. Организация детей-инвалидов получила не так давно. Родители и волонтеры сами вывозили мусор, делали ремонт, ночевали и дневали, старались успеть к сроку. И, кажется, успели. Оставалось завести линолем и мебель. Но случилось непредвиденное. Вот эти все коробки были вмонтированы, были там. И, получается, стол вот здесь перевернутый. Вот этот, да. А вот здесь трава какая-то. Она в это вы? Нет. Мы все вычислили. У нас здесь на родине это чисто на самом деле. От чистоты и порядка не осталось и следа. Кто устроил погром, представители общественной организации не знают. Зато Сергей Кошкин, он живет в этом доме, догадывается. Здесь собираются бомжи, наркоманы. Прямо вот здесь. Я их отсюда гонял. Моя квартира сверху. Я гонял отсюда вот на днях. Мало лета, когда они вот это вот ломали, был грохот у нас в квартире. Вы это слышали? Слышал, да. Когда это происходило? Месяц назад? Три дня назад. Четыре. Три дня назад? Четыре максимум. Попасть в закрытое помещение посторонним несложно, утверждает Сергей. Дом проблемный. Трубы текут. Периодически прорывает канализацию. Здесь затопило канализацию в подвал. И тут воняло на весь подъезд. А чтобы запах выветрился, кто-то, пока еще не понятно кто, открыл окна отремонтированного помещения. Вот фотография с той стороны. Это когда она была сделана? Фотография была сделана 5 ноября. Так. Где окна открыты? Окна открыты? Вот так окна. Два окна открыты. То есть вы считаете, что зайти сюда было вообще неплохо? Вообще без проблем. Окна действительно не слишком высоко. До земли меньше метра. Вот даже я здесь спокойно могу пройти. Совершенно спокойно. А вот тот самый подвал. Внутри почти ничего не видно. Шумит вода. Вогруг туман. Прямо надо мной помещение. То самое помещение, которое должны занимать дети. Вот я сейчас наведу свет. Должно быть видно. Если видно, идет горячая вода. Вот сюда вниз я уже не рискну наступать. До дна. Ну, высота, наверное, сантиметров 10 точно есть. И самое страшное. В этом же подвале. Щитовая. До проводов осталось совсем чуть-чуть. Если не принимать во внимание испарение. Примечательно, что за этой стеной ремонтируют помещение для МФЦ. Рабочие уверяют. Их топит постоянно. У вас здесь проводка. И все капает. Ботать приходится с риском для жизни. Обращались, говорят, в управляющую компанию. Бесполезно. Директор УК Гагаринского района 1 пояснил. О проблеме знает. Уже решает. Ключей от помещения у коммунальщиков нет. А значит, к открытым окнам УК никакого отношения не имеет. А то, что порывы происходят регулярно, узнал только сейчас. В занимаемой должности он недавно. Не могу вам сказать по поводу конкретно этого подвала. Я в должности буквально полтора месяца. А за эти полтора месяца об этом доме не слышал. Так это или нет, теперь будут разбираться уполномоченные. Как и в том, кто же все-таки устроил разгром в детском центре. Заявление в полицию уже написано. Татьяна Конрадь, Александр Тарасенко, Севастопольское телевидение. Детей не бросим, заявил глава города Михаил Развожаев. Он побывал в разгромленном детском центре. В рио губернатора спустился в подвал. Увиденное явно его не устроило. Но несмотря на заверения директора управляющей компании, что авария устранена, трубы продолжают течь. В помещении щитовой стоит вода. Провода все так же свисают с потолка. С управляющей компанией, заверил глава города, будет серьезный разговор. Не исключено, что будет поставлен вопрос о дисквалификации. Что касается самого центра, то ремонт в нем теперь уже будут делать при поддержке городских властей. Введение бросим. Не знаю, успеем ли до Нового года или не успеем, но приложим все усилия, чтобы здесь привести все в порядок. Ну и вообще, честно сказать, вот эта политика, когда мы социально ориентированным некоммерческим организациям, так сказать, предоставляем помещение вот в таком виде, конечно, это никуда не годится. В Севастополе в одном из заброшенных строений в районе Максимовой дачи нашли тело Ивана Бебешко. 16-летнего подростка почти две недели искали сотрудники Следственного комитета, полиции, волонтеры из поискового движения «Лиза Алерт». Молодого человека нашли в той же одежде, в которой он вышел из дома 26 ноября. Предварительно следов насильственной смерти на теле нет. Главное следственное управление возбудило уголовное дело. Идет расследование. И к другим новостям. Руководство организации «Управляющая компания» уволят из-за упавшего дерева. Напомним, 30 ноября во дворе 113-го дома по улице Хрусталева упала сосна. Никто из людей не пострадал, но был поврежден припаркованный автомобиль. Кроме того, дерево задело детскую площадку и качели. Из-за инцидента уволят исполняющую обязанности руководителя организации и директора Игоря Валеса. Покинуть должность Валесу предложат, как только он выйдет с больничного, на котором находится уже два месяца. Разобраться в том, кто виноват, на прошлой неделе поручил в Рио губернатора Михаил Развожаев. Исполняющая обязанности, за то, что не увидела, не привела к таким последствиям, то уволена тоже. Но будем дальше с людьми работать. В части взыскания задолженности именно с руководителей. В взыскании того ущерба, который произошел, именно с руководителя будем даривать. В этом дворе на Хрусталево растет еще одна аварийная сосна, дерево краснокнижное, поэтому управляющие компании поручили его укрепить. Также на аппаратном совещании озвучили результаты проверки безопасности во всех городских дворах. Мы провели обследование 754 дворовых территорий на предмет опасных нахождений, обвалов каких-нибудь деревьев. Значит, у нас было выявлено около 300 и аварийных веток, и деревьев, которые, возможно, могут быть опасны. То есть сейчас за этот период недельности 6 деревьев было аварийных ликвидировано. Значит, все порубочные листы будем выдавать каждую неделю, определять наиболее опасные. То есть до Нового года планируем устранить все эти нарушения. Также на аппаратном совещании обсуждали ситуацию с торговым центром «Адис». В ближайшее время предприниматели, которые там работали, съедут, а помещение отрежут от городского света и воды. Еще на прошлой неделе выяснилось, что здание возвели незаконно. Представители правительства встретились с предпринимателями и уведомили их о необходимости покинуть торговый центр. Собственно, в течение полугода обязан устранить нарушения, в частности, сделать из четырехэтажного здания двухэтажное. Кроме того, здание торгового центра до сих пор не введено в эксплуатацию. Полностью работает. Свет в нем есть, вода в нем есть, люди в нем есть. Общее количество сотрудников, работающих в этом здании, 42 человека. Семь организаций находятся в нем также. Торгуют мебелью, одеждой, продуктами питания, золотом, игрушки, детские игрушки, одежда, посуда. Персонал торгового центра планирует трудоустроить в городских сетях магазинов «Лидер», «Яблоко» и «Пуд». С их руководством уже провели беседы. Собственника незаконного помещения установили, но на встрече она не присутствовала. Правообладателем данного объекта является индивидуальный предприниматель Едизинова Уснея Геннадьевна, зарегистрированная в налоговой инспекции города Симферополя. С собственником встретились, но от собственника приехал уполномоченный лицо, который не понимает даже, о чем идет речь. С ним разговаривает, говорят, у вас четыре этажа, нет у нас два. Напомним, еще в 2015-м Департамент архитектуры выдал разрешение на строительство двухэтажного магазина с кафе, а застройщик возвел четыре этажа. Узаконить эти изменения не получилось. Кроме того, выяснилось, что объект не соответствует нормам противопожарной безопасности. По официальной информации, коммуникации подводили только для строительных целей. В ближайшее время здания будут обесточивать. В пятницу вы писали предписание об отключении электроэнергии по временной схеме. Дали три дня, то есть сегодня срок закончен. Мы с Алексеем Николаевичем договорились, как только предпринимателям, им там нужно вещи свернуть, продукты вывезти и так далее. После этого мы готовы отключить в любую минуту. Тогда, Алексей Николаевич, по поводу предпринимателей, вы начали, тогда доделывайте, чтобы они культурно-цивилизованно с Владимиром Васильевичем, чтобы там смогли товар вывезти, все там нормально освободить. После этого-то надо объект обесточить, но и в принципе все-таки собственникам обсуждать. Шесть месяцев есть, если планируют приводить в соответствие, то пусть приводят в соответствие. Если нет, значит будем принимать те меры, которых было в четверг принято решение. Кроме того, по словам Владимира Базарова, ресурсы, снабжающие организации города, проверяют все строящиеся или недавно построенные торговые центры в Севастополе. Если на время строительства они были по временной схеме подключены к городским сетям, но уже введены в эксплуатацию, от временной схемы их отключат. Другим новостям движение по улице Советская откроют уже на этой неделе. Глава департамента транспорта Евгений Исаков отметил, асфальт уложили уже на всем участке, сейчас там устанавливают ограждения и дорожные знаки. Большое внимание уделили безопасности, установили столбики, чтобы на пешеходную зону не заезжали автомобили. Евгений Исаков уверен, что движение по Советской могут открыть уже 10 декабря. Но профильный вице-губернатор Денис Солодовников в этом усомнился. У вас не до конца там верная информация относительно того, что все готово и завтра собираетесь закончить. Грунты там не отсыпаны до сих пор, и я сомневаюсь, что их за сегодня успеют сделать. И все, что касается посадки деревьев, тоже я вам советую лично проверить съездить в этих компенсационных. Эта работа тоже не закончена. Да, я прошу извинить. Действительно, с посадкой деревьев некоторые будут отставания, поскольку там определяются породами. Те породы, которые были определены в проекте, в наличии нет. Сейчас подрядчик находит возможность, совместно мы ведем работу с управлением благоустройства. И когда будет определена уже дата посадки, Михаил Владимирович... Вы помните, что мы там обещали высадить точно такие же деревья, которые были убраны из-за того, что они были в ветхом состоянии. А в районе Студгородка на пересечении улиц Вакулинчука и Университетская изменился режим работы светофора. Об этом сообщает Севавтодор. Теперь движение пешеходов идет в отдельной фазе. Это сделано для обеспечения безопасности дорожного движения. Будьте внимательны. В России отмечают День Героев Отечества. По стране проходят памятные акции и встречи поколений. Для нашего героического города 9 декабря вдвойне особая дата. Утро этого дня в Севастополе начали с возложения цветов к могилам Героев Советского Союза и полных кавалеров Ордена Славы. Памятную акцию по традиции провели на кладбище коммунаров. В ней приняли участие ветераны, власти города и общественники. Геннадий Васильевич, коренной житель Севастополя в четвертом поколении, 9 декабря, называет важной датой для России. Этот день не только в истории страны, но и в современности имеет большое значение. Участвовать в таких памятных акциях считает своим долгом перед предками. Конечно, мы должны помнить историю, должны помнить подвиги предков наших. Кстати, я имею отношение в 853-54 году, мои предки погибли. В эту войну тоже предки погибли. Я сам житель Сожженного Севастополя. Герои Советского Союза, социалистического труда, полные кавалеры Ордена Славы. На кладбище коммунаров покоятся такие известные люди, как Филипп Октябрьский, Евгений Колобов, Николай Музыка, Евгений Ребров, Мария Байда и многие другие. Все они, не жалея, отдавали себя и трудились, служили на благо Родины. Я хочу сказать, что в этом городе, конечно, чувства совершенно другие. Но одно только, что 252 севастопольца стали героями Советского Союза во время освобождения города. Это понятно, что тут просто каждая улица помнит и хранит славу об этих людях. Очень важно, чтобы мы не просто 9 декабря говорили об этом, возлагали цветы к могилам героев, которых уже нет с нами. Ну и, конечно же, помнили о тех, кто сегодня еще с нами находится, те, кто послужил своему Отечеству, чтобы не забывали о них и делали все, чтобы на их подвигах учились сегодняшние наши ребятишки. Сегодня мы чествуем тех, кто действительно своим примером показал, что значит служение Родине, что значит служение людям. Что на алтарь этому служению можно положить все, даже самое дорогое, что есть у человека, это жизнь. И, конечно, для нашего города этот праздник особый. Севастополь является примером героической стойкости, мужества, чести, которые проявили его защитники во время двух оборон, во время восстановления города. И мы чтим и помним наших героев. Это очень важно. После кладбища коммунаров власти города ветераны-общественники отправились на пятый километр Балаклавского шоссе, чтобы тоже возложить цветы на могилы, где также покоятся герои Отечества. 9 декабря. Поистине выдающаяся дата. В 18 веке Екатерина Великая был учрежден Орден Святого Георгия Победоносца. И до 1917 года именно в этот день его вручали тем, кто на полях сражений проявлял героизм. Традиция эта была возвращена лишь в 2007 году президентом России. Сегодня мы чествуем героев Советского Союза, героев Российской Федерации, кавалеров Ордена Святого Георгия и Ордена Славы. Наталья Двойцына, Денис Прошин, Севастопольское телевидение. Долгожданный 5-миллионный пассажир. Именно столько людей с начала года обслужил Международный аэропорт Симферополь. Юбилейным пассажиром стала жительница Свердловской области Галина Петеримова. Вместе со своей пятилетней внучкой она возвращалась из Крыма домой на рейсе уральских авиалий. Мы приехали к дочери отдыхать, помочь чем-то. У них свой дом, ребятишки. А я на пенсии. И весной приезжали, с мужем помогали. А сейчас попробую первый раз одни с внучкой приехать. Так что были у них в гостях. Но они нас возили на экскурсии, на море. От аэропорта Галина Петеримова получила сертификат на обслуживание в бизнес-зале и сувениры. А от авиакомпании сертификат на бесплатный перелет для одного человека по любому российскому направлению. И памятные подарки. Представители аэропорта рассказали, что в этом году 5-миллионного пассажира обслужили на день раньше, чем в прошлом. А в день открытия железнодорожного сообщения по Крымскому мосту российские тяжелоатлеты готовятся установить рекорд по перемещению тяжестей. Замахнулись силачи на железнодорожный состав. В понедельник спортсмены вышли на ЖД-вокзал Симферополя на генеральную репетицию. Первые тренировки начались в середине ноября. Трое спортсменов планируют тянуть поезд общим весом 800 тонн. Минимальное заявленное расстояние – 10 метров. Силачи при помощи специальной экипировки и буксировочных стальных тросов должны будут сдвинуть состав и протащить его со скоростью 3-5 км в час. Ранее в России не фиксировали рекорды, связанные с тягой поезда. Как справятся тяжеловесы, узнаем совсем скоро. А вы смотрите новости, и вот о чем мы расскажем вам далее. Помнит и Балтийский флот. Курсанты из Санкт-Петербурга в Севастополе почтили память жертв русского исхода. Как и для чего они погружались в печальные страницы истории, и какая памятная миссия на них возложена. 33 года назад в Чернобыле построили саркофаг-укрытие. Очевидцы катастрофы вспоминают события тех лет. Я видел кабана. Кабана звали Яшка. Пуля не пробивала. Каких последствий Чернобыльской аварии удалось избежать благодаря героям-ликвидаторам. Четыре года без международного спорта. Комитет ВАДа единогласно отстранил Россию от участия в Олимпийских играх и чемпионатах Европы. Как на решение отреагировали наши спортсмены. 8 декабря 99 лет назад в тунисский город Порт-Бизерта начала свой долгий переход русская эскадра. 150 тысяч белогвардейцев и их сторонников эвакуировались из Севастополя и других городов полуострова за рубеж в ноябре 2020 года. Большинство не вернулись на родную землю. К годовщине этих событий приурочили памятную церемонию. В ней приняли участие курсанты Санкт-Петербургского военно-морского политехнического института. Как и для чего они погружались в печальные страницы истории и какая памятная миссия на них возложена, расскажет Эльдар Судобаев. На месте, пропитанном историей, реконструировать ее в памяти нынешних поколений. Лейтмотив церемонии на Графской пристани – извлечь уроки из печальных событий прошлого и провести параллели с историей новейшей, когда пять лет назад удалось уберечь Крым и Севастополь от повтора трагических ошибок – братоубийственной гражданской войны. Мы смогли, избежав кровопролития, опираясь на международное право и общечеловеческие ценности, вернуться в родную гавань. По тем, кто вернуться не смог и остался на чужбине навеки, жертвам русского исхода заупокойная лития и скорбный венок с гвоздиками к мемориальной доске – тот же ритуал у вечного огня. Для курсантов из северной столицы это только начало ответственной миссии. Перекоп, на борту которого они выдвинутся из Севастополя, символично пройдет по маршруту исхода русской эскадры. Посетит мемориал в порту Безерта, отдадим воинские почте, приведем порядок к кладбищу, где захоронены наши соотечественники. Мы сейчас строим мост в будущее, и поэтому наши ребята, курсанты Перекопа, это и есть вестники будущей России, которые создают новые международные связи и сотрудничества. А пока продолжение экскурса в историю. В Доме офицеров документальный фильм «Анастасия» из первых уст, одноименный свидетель исхода о том, что его участники пережили в 1920-м. Остался нетронутым какой-то мостик, памятник далекого детства. О детстве на чужбине и странице биографической книги, которую в Севастополе презентуют впервые. Называется она «Детство на кораблях», и это не преувеличение. Дети на кораблях ушли со своими отцами и матерями, и были лишены этой родины. И долгое время, вплоть до 1924 года, жили на этих кораблях, они были для них домом. Вторая литературная новинка повествует уже о закате русской эскадры. Экспозиция с выдержками из этих книг вместе с курсантами проделает путь до Безерты, где с ней ознакомятся иностранцы и потомки тех, кто уходил из Крыма и Севастополя почти 100 лет назад. Ильдар Саудабаев, Александр Тарасенко, Севастопольское телевидение. Божественной литургией открыли в Севастополе восьмые региональные рождественские образовательные чтения. В течение недели в церковно-общественном форуме примут участие представители самых различных сфер – образование и культура, социальное служение и духовно-нравственное просвещение. В этом году тема встреч – 75-летие со дня Великой Победы. Какую цель ставят перед собой организаторы форума, расскажут наши корреспонденты. Истории рождественских чтений более 20 лет. Инициатором их проведения выступила Православная Церковь. Представители различных сфер общества идею поддержали. В итоге каждый год в канун Рождества в них участвуют все – от детских садов до парламента. Семинары, конференции, театрализованные представления, круглые столы и олимпийские уроки. Форма подачи информации свободная. Главное – донести основную мысль форума. В этом году это победы над немецко-фашистскими захватчиками, а точнее роль в ней нашего народа. В нынешних условиях, когда во многих странах переписывается история, искажаются исторические факты, уничтожаются памятники. Действительно освободителям, тем, кто освободил их народ, их страны. Вот очень важно показать молодежи, какие истинные духовные ценности, на которых нужно опираться, на которых нужно ориентироваться. И как нужно противостоять действительно этой лживой, разрушительной, негативной информации. Региональные этапы рождественских чтений проводятся в более чем 60 странах мира, даже в Антарктиде. После чего в конце января представители всех государств, участников форума, встретятся в Москве, в Храме Христа Спасителя. Там пройдет международный этап чтений. Можно много говорить о важности конференции, о важности событий, о важности вопросов, которые мы рассматриваем. Но самое главное – это свидетельство истины. Международные рождественские чтения свидетельствуют об истине. Ведь в 60 стран на все континенты после рождественских чтений уедут люди, которые будут твердо увереннее, увереннее в правде нашей великой победы. Непосредственно с Рождеством форум связан только названием и временем проведения. Его цели выходят далеко за пределы религиозных рамок. Это просвещение, патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи. Это очередной этап для того, чтобы задуматься, кто я человек, что я несу миру, как я выстраиваю свою жизнь и как она сообразуется с основными целями и задачами. Мы шли к любви и милосердию, не милосердной той войне. Несмотря ни на что, человек оставался человеком. Это самый важный для меня лично урок того времени. В Севастополе восьмые региональные рождественские образовательные чтения проходят до 15 декабря. Завершатся в Театре имени Луначарского премьерой литературно-музыкальной композиции «За други своя». Это произведение представит Севастополь в Кремле на международном этапе форума в конце января 2020 года. Оксана Колесникова, Янабех, Александр Тарасенко, Севастопольское телевидение. В День героев Отечества севастопольцы вспоминали о трагедии в Чернобыле. В эти дни 33 года назад был достроен и сдан саркофаг «Укрытие». Это бетонное сооружение скрыло под собой разрушенный четвертый энергоблок атомной электростанции. Участники техсобытий, сотрудники МЧС, представители городских властей, а также простые жители возложили цветы к памятнику ликвидаторам и пострадавшим в результате чернобыльской катастрофы. О подвиге глазами очевидцев. Янабех. В начале декабря 33 года назад был достроен саркофаг «Укрытие». Бетонное сооружение накрыло собой разрушенный реактор Чернобыльской атомной электростанции. Защита помогла предотвратить распространение реакции. Тогда на ликвидацию последствий катастрофы были направлены и крымские отряды. Люди, которые принимали непосредственное участие в ликвидации данных событий, в самые кратчайшие сроки построили с июня по ноябрь 1986 года, построили объект «Укрытие», который закрыл собой четвертый энергоблок, в котором находилось 95% всех радиоактивных отходов на тот момент. Таких людей нельзя оставлять без внимания. Почему? Потому что, когда нужно было стране и государству, они пожертвовали здоровьем и жизнью. Это самое дорогое, что есть у человека. В День Героев Отечества к памятнику ликвидаторам и пострадавшим в результате чернобыльской катастрофы возложили цветы, а в 22-й школе провели торжественное собрание. Его начали с просмотра документального фильма о событиях 30-летней давности. Чернобыльцам и ветеранам подразделения особого риска вручили памятные награды. Все участники уверены, подобные встречи необходимы, так как помогают сохранять память о событиях, передавать ее молодому поколению и становиться ближе друг к другу. Мы хотим сплотить наше движение всех, кто попал под воздействие радиации. И тех, кто невольно попал под это, когда люди жили, мирные люди. Кто-то учителем был, кто-то врачом был в Припяти. И это случилось. В течение двух-трех дней их эвакуировали. И сегодня вот болеют, дети болеют. Первое поколение и последующее поколение. Один из ликвидаторов, Юрий Хельманчук, впервые попал в Припять в 26 лет. Дома остались жена и двое детей. С тех пор вся его жизнь была связана с событиями на Чернобыльской АЭС. В качестве сотрудника МВД за 11 лет он побывал там более 300 раз. Воспоминаний много. От выбитых стекол, оглушающей тишины улиц, до животных мутантов. Во время просмотра фильма о событиях апреля 1986 года Юрий вышел из зала. Ну, слишком яркие воспоминания. Мне было плохо. Я видел кабана. Кабана звали Яшка. Пуля не пробивала. 25, пулька отскакивала. Вот такой был кабан. Он выжил там. Самы были вот такие вот. Я приезжал туда, стоял на мосту этом чернобыльском. Вот такие вот самы, ребята. Ну, засасывают нас, говорят, наверное. Сегодня в Севастополе проживает более 400 ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Но это только непосредственные участники событий. Те, кто остались в живых. На самом же деле, катастрофа, произошедшая 33 года назад в Припяти, в той или иной степени коснулась практически каждого из нас. Яна Бех, Андрей Вовк, Севастопольское телевидение. Мы продолжаем наш благотворительный марафон «Чудо ангелов». В эти предновогодние недели мы решили поддержать общественную организацию «Особые дети». Она объединяет севастопольских родителей и детей-инвалидов. Каждый день мы рассказываем историю одного ребенка. Сегодняшний сюжет о семилетнем Сереже. У него врожденная глухота. Мир звуков открылся мальчику совсем недавно, после операции на левое ухо. Особенности здоровья не мешают Сергею заниматься футболом и мечтать о спортивной карьере. За какую команду он болеет и какой подарок попросил у Деда Мороза на Новый год, узнавала Анастасия Синица. Берем и теперь покрашку вот здесь вот начинаем тонировать. Так рождается поделка в технике декупаж. Вместе с мамой и преподавателем ее мастерит семилетний Сережа. Шедевр будет называться «Вперед к приключениям». Мальчик любит путешествовать и хочет побывать в разных городах мира. Пока летал только в Москву и Санкт-Петербург, но не на отдых, а на реабилитацию. У Сергея врожденная глухота. Мир звуков ему открылся лишь четыре года назад, после операции на левое ухо. Нам предложили выбор либо слуховые аппараты, либо сейчас делают именно кохлеарный имплант. В чем отличие? Слух становится как у обычного человека. Допустим, взять обычного человека, взрослого, и закрыть ему уши. Ну, так, образно. Каждому звуку нужно прислушиваться сначала. Сын прислушивается к окружающему миру. Мама – к собственному сердцу. Оно подсказывает, по какому пути вести ребенка и как его развивать наравне с другими детьми. Мальчик обожает футбол. Этим видом спорта когда-то занимались его папа и старший брат. А в прошлом году в секцию отдали и Сережу. Поначалу было страшно, признается Елена. Все ли получится? Найдет ли общий язык с тренером и ровесниками? Но ради спортивных побед сына сама победила страх. Что это? Спартак. В том, что Спартак – чемпион, Сережа не сомневается. В свои семь он знает по именам всю команду и разбирается в правилах игры. Сам тоже хочет стать профессиональным футболистом, выступать на чемпионатах и привозить домой медали. А пока упорно тренируется, отчаянно забивает голы, почти как Роман Зобнин, и мечтает встретить Новый год в форме Спартака. Ему нравится цифра 5, поэтому хочется, чтобы было написано Сергею именно цифра 5 сзади, да, именная. И так как Сережа не может про свою мечту сказать, если бы выйти на поле, наверное, с командой Спартака, это еще было бы больше его, ну, такое эмоциональное, да, желание. Сережа пробовал себя и в атаке, и на воротах. По словам тренера, он универсал. Занимается дважды в неделю. И еще дополнительно – с папой. Мы его заметили с папой на апельсине, спортивной площадке. Сразу увидели какие-то задатки как футболиста, спортсмена и решили его пригласить в нашу школу. Довольно неплохая у него скорость. Также уже отмечал ловкость и координацию, что очень положительно сказывается его как на футболисте. Сережа занимается не только футболом. Родители записали его на плавание. Он любит кататься на роликах и велосипеде, становился даже на горные лыжи. Телекамер маленький спортсмен не боится. Недавно он снялся в клипе в поддержку людей с нарушениями слуха. В съемках участвовали дети с кахлеарными имплантами, а песню исполнил чешский актер Милан Перутко. «Если я слышу, я живу» – это теперь девиз Сережиной семьи. «Если вы хотите поддержать мальчика и подарить ему форму любимой команды, позвоните по указанным номерам». Анастасия Синица, Андрей Тымчук, Севастопольское телевидение. «Если вы хотите подарить Сереже чудо, звоните по номеру 54-63-77». Новость, которая повергла в шок всех профессиональных спортсменов. ВАДА на четыре года отстранила Россию от международного спорта. Решение принято единогласно. Согласно ему, наша страна не сможет выступать на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы и других турнирах, а также проводить международные соревнования. При этом российские спортсмены смогут выступить на Олимпиадах под нейтральным флагом, как это было в Южной Корее в 2018-м. Как и тогда, флаг и гимн России присутствовать на соревнованиях не будут. Запрет на гимнный флаг, как подчеркивается в сообщении BBC, коснется в частности Олимпиады 2020 в Токио и чемпионата мира по футболу в Катаре. Это решение затронет и севастопольских спортсменов, которые готовились к международным соревнованиям и Олимпиаде. Как сегодня нам рассказали тренера наших спортсменов, они будут бороться до конца и подавать апелляции. Кстати, решение ВАДА, российское антидопинговое агентство, может оспорить в течение 21 дня. В завершении выпуска о погоде завтра в Севастополе пасмурно с прояснениями, без осадков. Температура ночью плюс 7, днем до 11 тепла. Давление 754 мм ртутного столба. Влажность воздуха 80%. Ветер восточный 3,6 м в секунду. Это были главные новости к этому часу. В студии работала Екатерина Брега. Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире.